Всем привет! Это канал Про Цветок и с вами Дмитрий. Сегодня расскажу про белую горчицу. О том, в каких случаях этот седрат пойдет на пользу огороду, а в каких принесет только лишь вред. Белую горчицу дашники используют на огороде очень широко. Засевают основном этой белой горчицей пустующие участки огорода, а также свободной грядки после сбора урожая. Но не во всех случаях можно использовать белую горчицу. Например, если вы выращиваете на своем огороде очень много капусты, редиса, репы, дайкона и других крестоцветных культур, то лучше отказаться от выращивания белой горчицы. Потому что белая горчица также из семества крестоцветных, а значит у этих огородных культур и белой горчицы одни и те же заболевания и одни и те же вредители. Особенно часто в белой горчице плодится крестоцветная обложка. И когда вы скашиваете белую горчицу, удаляете ее с участка, то естественно вся эта крестоцветная обложка, все эти вредители перекочевывают на ваши соседние культуры, на капусту, либо редис, дайкон и так далее. И наносят непоправимый урон урожаю. Также у этих растений и совместные заболевания. Например, та же капустная кила. И если вы высадите капусту на том же месте, где росла белая горчица, то риск подхватить это заболевание очень возрастает. Вместо белой горчицы в этом случае высевайте другие культуры, другие сидораты. Например, ту же фацелию, бобовая культура. Это может быть кормовой горох, либо обычный сахарный горох. Может быть фасоль, овощные бобы, может быть синий ускалистный люпин, которые, вот эти культуры, не имеют общих вредителей с крестоцветными культурами. И хорошо обогащают почву азотом тем же. А также при заделке в почву, в почву снабжают эту почву органическими веществами. И все почвенные микроорганизмы перерабатывают вот эти растительные остатки. И структура почвы меняется. Почва становится более рыхлой и плодородной. Многие огородники, кстати, высаживают белую горчицу в теплицах после сбора урожая. И ведь недаром. Потому что белая горчица способна подавлять фитопатогены. Особенно подавлять фитофтору. Поэтому в теплицах ее можно применять. Но есть один момент. Если в вашей теплице появилась белокрылка, то, конечно же, вот эту белую горчицу высевать нельзя. Потому что она будет служить питанием для белокрылки. И в следующем году вредителей в теплице станет еще больше. И вот этот вредитель будет поражать ваши огурцы, и томаты, и перцы, и все растения, которые растут у вас в теплице. И в этом случае вместо белой горчицы я рекомендую высевать злаковые культуры. И в первую очередь это рожь. Потому что белокрылка не поражает злаковые культуры. Поэтому спокойно засевайте в теплицу вместо белой горчицы озимую рожь. Озимая рожь очень хорошо рыхлит почву, потому что у нее глубокая корневая система. Достает полезные питательные вещества на поверхность почвы, поднимает из глубоких слоев. А также оздоравливает почву, прибивает вот эти различные фитопатогены. Например, ту же фитофтору. Это один момент. А второй момент, что озимая рожь растет в теплице всю зиму. Потому что в теплице, несмотря на морозы, солнцем воздух нагревается, прогревается. И эта рожь начинает вегетаться. И уже к весне озимая рожь наращивает такую хорошую вегетативную массу зеленую. Вы ее можете скосить и перекопать, заделать в почву. И вот эта вот перекопка, заделка в почву будет равноценна внесению навоза. В этом случае никаких других органических удобрений не понадобится. Не нужно вносить там навоз, компост, либо куриный помет. Почва будет хорошо заправлена. И следите внимательно. Ведь если вы внесете навоз и вместе с озимой рожью, то томаты могут жировать. Поэтому выбирайте что-то одно. Либо засевайте рожью, либо вносите органические материалы. Несмотря на все недостатки белой горчицы, у нее есть и масса преимуществ. Ведь белая горчица, как я и говорил, хорошо оздоравливает почву, подавляет развитие фитоподогенной микрофлоры. И при заделке в почву обогащает ее органикой. То есть улучшает структуру почвы, улучшается ее химический состав, становится более доступным питание для растений. Поэтому все же от этого сидората на своем огороде я не отказываюсь. Как правило, белую горчицу я засеваю после лука и чеснока. Потому что эти культуры истощают почву и нужно восстановить ее плодородие. Но я делаю одну небольшую хитрость. Одновременно я засеваю сидораты, но применяю при этом еще и биопрепарат, чтобы усилить действие вот этого сидората. Смотрите, я беру белую горчицу, засыпаю в емкость и добавляю туда песок. Песок нужен, чтобы потом семена равномерно распределялись по почве. И затем вот в эту смесь я еще добавляю немножко гранул триходермы. Триходерма – это такой почвенный гриб, вы наверняка уже знаете, много раз мы об этом рассказывали, который уничтожает различные фитоподогены в почве, подъедает все эти растительные остатки и улучшает плодородие почвы. Поэтому, когда я сею сидораты, вот этот песочек, я добавляю примерно небольшую горстку гранул с триходермом. Все это перемешиваю, распределяю равномерно по почве и граблями все это заделываю. Затем триходерма проникает в почву, растут сидораты, триходерма подъедает все вот эти растительные остатки, уничтожает фитоподогены. А затем уже, когда белая горчица достигает нужного размера, то есть перед цветением наращивает хорошую зеленую массу, я все это скашиваю, рублю лопатой и заделываю в почву. И опять же, вот эта триходерма, она подъедает вот эти все остатки от белой горчицы. И уже к осени у меня получается заправленная грядка. Белая горчица может принести как пользу, так и вред огороду. Но если сидорат использовать с умом, все будет отлично, никаких проблем не возникнет. Поэтому всем желаю здоровых и хороших урожаев, всего наилучшего и до новых встреч!